Компартия Финляндии В 1917 году после поражения Финской революции Так же как и в России, в остальном мире в Финляндии рабочее движение разделилось на социал-демократов и ленинцев Лидеры Финской революции начали анализировать ленинскую теорию и начали критически смотреть на свои действия во время революции В 20-х и 30-х годах Компартия была в жестком подполье После Второй мировой войны и поражения фашизма левые силы получили большое влияние в стране Компартия была легализована в 1944 году и она начала действовать в легальном сфере По-прежнему раздел на социал-демократов и коммунистов являлась фактором финской политики Доминирующая идеология коммунистического движения осталась марксизмом и ленинизмом Во время Холодной войны рабочее движение Финляндии начало себя зарабатывать права через классовую борьбу И рабочий класс себе заработал влияние на финской политики После выхода из подполья Компартия организовала демократический союз народов Финляндии Который действовал как общий фронт левых сил К сожалению, с годами Компартия начинала деградировать и правый революционизм начал брать власть Главные теории в ленинизме начали забываться Например, про диктатуру протериата и другие основы марксизма-ленинизма Результатом этого стал распуск партии в 1990 году После реставрации капитализма в СССР идея ленинизма потерпела поражение во всем мире Компартии отошли от марксизма-ленинизма, особенно у нас в Европе Где еврокоммунисты одержали верх над ортодоксальными ленинцами Так и произошло и в Финляндии в 1990 году, когда старая Компартия Финляндии была распущена Потом в середине 90-х имя этой гордой партии было свачено еврокоммунистами, которые претендуют на наследие старой партии У нас в Финляндии есть только одна партия, которая верна к идеям ленинизма И это наша партия, Коммунистическая рабочая партия Финляндии Которая была основана в 1988 году Коммунисты, которые остались верными идеям марксизма-ленинизма Это мы Наша партия считает, что процесс реставрации капитализма в СССР началась после смерти товарища Сталина В Финляндии рабочее движение ослабло благодаря неолиберальным реформам, которые начинают заменять социал-демократический порядок Профсоюзы пассивны Основном благодаря стараниям социал-демократов С присоединением Финляндии в Европейский Союз у нас идет процесс приватизации социальных сфер И наша страна теряет свой знаменитый нейтралитет в внешнем политике У нас уже уровень безработицы где-то в районе 10%, а среди молодежи 30% Почти все так называемые левые силы в стране потеряли связь с рабочим классом И проводят политику защиты ЕС, а противники ЕС обзывают расистами И им помогают в этом деле наши местные неофашисты, которые поднимают флаг против членства нашей страны в ЕС Каковы действия, которые должны применять финские коммунисты? Сейчас наша партия проходит процесс установления сети кружков по изучению теории марксизма И подготовки новых кадров для партийного строительства Хотим отметить, что, к сожалению, наша партия страдает от того, что у нас членство основно пожилое Но в последнее время наша партия начинает молодеть Так же мы собираем расширять наши практические действия, так как революция не делается только в каких-то кружках Уже начали устанавливать контакты с более боевыми частями профсоюзного движения И работаем над работой восстановления рабочего движения в Финляндии С которой финский пролетариат двигается к установлению своей власти Мы еще считаем важным установление контактов со всеми братскими партиями в мире Для диалога и даже иногда координации действий Но надо учитывать независимость и самостоятельность партии Надо упираться на свои силы в борьбе за освобождение от иго-капитала в наших странах Но не надо деградировать до национализма Так как все-таки коммунистическая партия является интернационалистической Наше общее сотрудничество должно в конце концов работать над построением Нового коммунистического интернационала Хотя мы понимаем, что сейчас пока что Сейчас все равно для создания Сейчас рано для создания такой структуры Мы еще должны работать вместе с единым фронтом для теоретической борьбы Против абсурдных теорий Так, например, еврокоммунизм и социал-империализм маоистов И другие теории, которые даже не заслуживают упоминания в этом тексте В каждой стране у коммунистов есть одна задача Эта задача является построить партию в своей стране Которая будет играть роль авангарда пролетариата Потому что если такая партия нету То тогда это умедлит прогресс мировой революции человечества в целом Знаете, товарищи, дух Ленина еще жива в Финляндии И в других странах мира С личного опыта могу сказать, что в числе молодых людей Во всех странах начинает поднимать интерес к идеям Ленина Его дело будет вновь вдохновлять мировой пролетариат На конце я бы хотел процитировать цитату в начале работы Ленина «Что делать?», который я считаю важным для всех нас «Партийная борьба придает партии силу и жизненности Величающим доказательством слабости, которой партия является Ее расплывчивость и в преступлении, резко обозначающем границ партии Укрепляется тем, что ощущает себя» Из письма Лассалия к Марксу от 24 июня 1852 года «Каким айдам пролетариат Литвка?», «Ухтен», «Workers of all countries unite», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько человек сейчас в партии? Я бы сказал пару сочек Не раскрывайте Три человека Пару сочек Владимир Ильич Ленин говорил, что сегодня рано, а завтра будет поздно Так вот эту фразу, когда вы сказали сегодня рано, может быть, еще третий интернационал Да, на счет третий Как вы считаете? Нам нужен второй коммунистический интернационал Все-таки сначала был этот такой перемешанный анархический социалистический интернационал А потом был этот, второй был, по-моему, основной социал-демократический А третий, это был ленинский, коммунистический, так что, который назывался комминтерном А нам нужен второй комминтерном потом в будущем Так, пожелаем победы! АПЛОДИСМЕНТЫ